всем привет это дует алекс рус и сегодня мы на стране fm поем и общаемся с вами но расскажу немного о себе в прошлом и одноклассники учились городе калининграде вместе в одном классе сначала конкурировали ненавидели друг друга дрались ничего не изменилось вот но потом на какое-то время мы забросили это дело начали более-менее нормально общаться придумывать какие-то бизнесы короче что-то покупать там на алиэкспрессе пытаться продавать вот ну в итоге мы здесь переехали в москву по 109 класса работали на стройке теперь выпускаем песни выпустили песню дикой львицы которая успешно зашла на всех платформах и во многих странах более подробно в процессе всего интервью узнать более подробно в инстаграме телеграм-канале наш музыкальный жанр официально можно назвать кальян рэп так что это хип-хоп какой хип-хоп у нас на самом деле музыка очень разноплановая но у нас есть вообще и рок и рэп и хип-хоп и поп короче это у нас все есть так что у нас нет кого-то определенного жанра все сразу мы по настроению просто делаем ну да конечно не очень хорошо смысле но но мы стараемся выровнять у нас просто настроение было вот мы выровняли до выровнять на жанр и делать в одном стиле чтобы как бы быть нормальными артистами да просто 16 лет было очень сложно определиться с направлением музыки нас металла из стороны в сторону вот гормональный сбой все дела и рак делаем после этого пускаем дикую львицу и такие типа че делать вот мне кажется больше кавказ но во мне это вообще первое первое место занимает я люблю покушать хинкали восточную кухню там все дела я просто сейчас кушать хочу поэтому а ну что насчет современной музыки скажем пару слов нашей стране официально нет музыки официально русс я проверял вот больше на стране востока кавказа музыка если что это искусство это не музыка мы говорим о музыке согласен вот в твоем плейлисте что но у лёши ничего не меняется у него там нет русской музыки у него там только дрэйк запад сейчас на самом деле появился вот есть майот крутой чувак у него вышел альбом пушечный просто пацаны классно делают просто близко к западу поэтому я это могу слушать вот но так тяжко да у нас музыка в россии тяжело 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 если открыть чарты то можно расстроиться 10 лет слушаю одни и те же песни вот типа там эльбрус джен мирзоев и вот но такую музыку я люблю ее всей души джерой ханза тоже мы любим джерой ханза наши любимые да они очень талантливые исполнители очень обидно что они сейчас расходятся как я понимаю их песня королева танцпола тоже нравится шикарная шикарная песня спасибо вам за нее реально если бы не она там мне написали дикую львицу ну да по факту по факту но она вышла она вышла как 16 лет дольше дольше раньше ну да мы на ней выросли короче мы на ней выросли по факту мне очень мне очень нравится дрейк пушка на западе очень много классного музла есть много чуваков которые не такие прям известные но делают реально круто например вот у него вышел сведуков недавно фит исповедь просто не знает наверное самый лучший трек который слышал советую все обязательно послушать вот так дрэк бибер такое разное не умело один в один умело слизывать это если еще сомневаешься слезали или нет да как бы ну блин сюда когда делаешь пагиат это не может быть мощью оригинал это какая-то стасапка просто хотя хотя вот рус в тик таки делает видео под звук чужого чувака и говорит что это типа он поет да и у него это больше набирает да в этом случае плагиат популярнее чем оригинал да кстати спасибо подписывайтесь на тик ток пару слов поводу матов пизду наху блять эту хуйню это пиздец вот ни в коем случае мат мы не используем нигде мы его не юзаем да по моему матом ну говорят только долбоеба дегенераты типа зачем какие-то обычные нормальные слова типа типа иван в песнях у нас ни одного мата нет заебались и тик токеры честное слово был такой у нас опыт но сейчас мы пишем без мата плохо да не но ничего хорошо мати нет но если его нужно где-то сказать то это грубая выраженную грубая формулировка слова типа что ничего такого нет это нормально когда этого немного когда этого меру это норм когда этого чересчур много это некрасиво ужасно и противно тем более когда это исходит от девочек я вообще не матерюсь то есть ну абсолютно мат для меня это мне уши очень жёстко режет вот бывает лёша материться я его прошу перестать это делать но он прям он реально очень много материться у него с этим жёсткий у меня вообще болезнь просто одним словом он просто долбоеб и всё я не матерюсь там просто вдруг мама котятушкина посмотрит подыграй мне ангел я не матерюсь не пью не курю хожу в церковь арчер мюзик у нас прекрасный продюсерский центр прекрасный состав мы их очень сильно любим и благодарны за то что они для нас делают вот вот считаю просто сейчас да просто так скинули спасибо свет да ладно еще подумают натуре гастрякова поводу лейбла да мы находимся на лейбле арчер мюзик кто еще до сих пор может быть каким-то случайным образом этого не знает арчер мюзик арчер мюзик вот нижнее подчеркивание инстаграм мы пошли именно туда потому что нам показалось и ну мы убеждены до сих пор то что это лучше лейбл лучше был выбор мы отлично работаем у нас даже не то что команда больше семья лейблы конечно помогает молодым артистам которые вот только-только заходят на рынок мы приехали у нас не было ни работы ни денег ни квартир ничего и ничего не изменилось после два года и лейбл нам в этом конечно очень сильно помог вот мы на полностью контракте продюсерском так что так и успех дикой львицы это во многом успех лейбла нашего вся правда о том как алекс и рус пишут свои песни во первых все песни написаны нами все аранжировки написаны нами мы ничего никогда не покупали вот ну какая версия мы садимся в компании да там думаем пишем и так далее или нормальная версия правда с правдой но смотрите как вы написали дикую львицу опять же это очень такая забавная история мы услышали трек виски кола подумали о чем мы не можем сделать такое же восточное масло потрясающе шикарно мы конечно понимали что мы до этого уровня не дотянем вот ну джаро и ханза как бы но мы старались мы просто оттачивали свой навык и вот каким-то чудесным образом родилась эта песня в пять утра мы просто курили кальян и за две минуты написали эту песню получается и в принципе все песни у нас пишется именно так то есть мы с лёхой можем сесть на кухне пока там есть какой-то припев мы там куплет по-быстрому накидаем мы особо не задумываемся ни над чем ну по нашей музыке это понятно ну как допустим дико львица это не это не песня какой-то женщине которая нас вдохновила просто сидели думаю так чё сейчас в тренде в тренде были типа песни черная пантера всякие такие и мы думаем такие типа блин какие еще животные есть которых еще типа не использовали это по-любому хайповать сейчас хайпует песни про машины там лада приора там гелик и все такое короче тогда хайповали песни про животных там и так далее мы думаем блин какое прикольное типа есть еще сло и уме львица пришло в голову и все и дальше просто пошло потом такие типа блин сейчас хайпует еще тема про там наркотики и вот такое все о мой сорт по мариванна типа прикольно ну то есть такое это вот так складывался чисто из хайповых тем и получилось мы были уверены в том что это будет хит то что и зайдет потому что это ну блин такая музыка к сожалению в то время точно заходила сейчас уже получше стало с этим но в то время вот не согласен чем хуже тем лучше короче было ничего не изменились сказал да да просто прикол просто согласен все если что машина до сих пор заходит поэтому машина как и сейчас да ну porsche panamera уже заюзанна там гелик тоже за лада приора тоже за да то есть уже даже выбора давина газ тасс что-то есть песня да там ну короче так это вас можно с тесла придумать что-то есть 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 уже про теслу есть по-любому я слышал нет нет мы про творчество я имею ввиду именно про дикую лицах мы написали правда тогда мы выпустили момент по 4 трека и мы думали блин а что сделать чтобы вот зайти то есть но мы всегда там тем более тогда любили там западную музыку классную стильную но говори за себя мы понимали чтобы к этому прийти хорошей качестве классной музыки к сожалению нужно сначала как-то хайпануть сделать что-то другое потом уже идти к этому вот мы сделали дикую львицу после нее мы пытались сделать что-то стильная классная но опять же это не заходило вот как бы сейчас когда у нас есть какой-то бэкграунд мы делаем типа больше творчества реально мне нравится тысячи чувств ему девочки на манерах но в принципе это две лиричные две хорошие песни очень хорошие да они как раз про творчество там такие строчки типа да ты в белом платье нарядная от радости плачет твоя семья ты будешь со мной счастливая клянусь буду рядом любимая гениально да не плачь до слез ну да ладно все будет нормально да это творчество это трек зашел в топ и также нормально люди слушают по вопросу образования один раз мы пришли на какое-то радио честно уже не помню какое надо это было год может назад может поменьше если 8 назад и там нам задали такой же вопрос это прям было радио радио что-то называлось это русское народное радио прям такое смотрят очень взрослые люди нам задали такой вопрос и мы начали говорить о том что образование в наше время не то что не важно а вот не настолько важно как допустим это было раньше и нас нас очень сильно наехала женщина ведущая то есть она прям как-то начала агрессировать нас жестко очень жестко типа нет я сами не согласна я как мать вы должны говорить то вы должны говорить что образование важно и начала говорить то что мы обязаны говорить типа по поводу образования нас наверное одно мнение да типа нет нет ладно скажу свое но так как у нас образование в принципе никого нет я считаю что это не особо важно но как кому как то есть допустим если хочешь по титул на кого-то медика врача тебе на обязательно нужно тебе нужно выучиться по этому делу но если у тебя планы в каких-то творческих сферах где она особо в принципе в принципе образование лишним никогда не будет лишника не будет да допустим нас его нет но все и впереди на 18 школе 9 класс 9 образование это круто учиться класса допустим я реально сижу и у меня часто появляются мысли поступить куда-то хочется пойти и учиться я просто понимаю что мне не хватает не хватает знаний типа в голове каких-то мне не хватает слов новых может быть для какой-то речи еще чего-то мне реально хочется пойти и поучиться серьезно есть такое желание как бы это странно я с этого года хотел я забыл я потерял момент август сентябрь да ну вот он так как у нас просто реально времени мало и но возможности не будет нормально учиться мы это не начинаем на возможно будущем это будет так что образование важно но без него можно стать человеком хорошим человеком образованным и работать и зарабатывать нормально но не все измеряется деньгами развивается свой мозг быть человеками да нормально поэтому всяким больше ну да у меня брат заканчивал музыкального не заканчивал гитаре он по-моему закончил музыкальную школу там лет пятнадцать шестнадцать может да как ты сидишь у меня родители но а что военное это какое-то клеймо что ли нет военные тоже люди и когда мой брат родной был моем возрасте родители с ним были очень строгими то есть прям очень строгими он там стоял там на горохе на коленях там то есть реально жестко возможно поэтому он как бы сейчас вырос адекватно нормальный человек со мной уже в этом возрасте сейчас ну все по-другому то есть возможно это из-за примера брат не знаю ну как бы не знаю просто люблю своих родителей очень сильно спасибо за все я не знаю все спокойно было все нормально меня понимают самое главное я понимаю мы доказываем делом то что все это было не зря меня не понимали не понимают ничего не изменилось мы идем к этому мы идем я стремлюсь к этому да но у меня что-то не получается родители недовольны мной они обижаются на меня но были сложности со мной конкретно чтобы переехать и увезти меня в москву потому что у меня еще родители помимо того что у меня отец военный так еще и дагестан и как бы это все очень строго было у меня дома но я что всю жизнь рос отдельно от всего того что меня окружало по своей какой-то по своим каким-то понятиям вот и вот его брат разговаривал с моими родителями на протяжении месяца наверное под свою ответственность все дела мы с лёхой расписывали в заметках сколько нам денег надо будет мы там говорили что в москве даже будет жить выгоднее чем в калининграде короче мы там а приехали по факту и но очень жестко просели вот реально потому что мы когда приехали москву мы такие типа ну в заметках было проще да и спустя месяц или два мы обратно уехали в калининград типа под перелогом что просто отдохнуть но мы понимаем что мы не вывозим мы вернулись обратно в калининград нас нет ни учебы ну все уже мы сидели как идиот в калининград декабрь ну короче ближе к зиме декабрь это было да ноябрь декабрь поступить уже было невозможно никуда мы сидим без учебы без всего просто реально 10 дней мы валяемся тупо на кровать ничего не делаем и в один момент просто оба понимаешь типа не лучше поехать в москву лучше умереть там лучше там не знаю реально с такими сообщениями лёха ко мне пришел домой типа отдать все но давай ну типа мы попробуем потому что так сидеть невозможно и мы поехали мы работали короче напротив школы нашей настройки в то время как все наши одноклассники учились и думали что мы в москве они не знали что мы приехали на было стыдно это говорили чтобы купить москву просто обратно и короче просто такая картина мы слегка выходим строительной одежде выносим муцар из здания и проходят одноклассники время час тридцать пять и мы прячемся за машину все одноклассники проходят мимо мы такие да и мы даже по моему тогда чтобы уехать обратно в москву мы еще еще концерт обратно да мы ему сделали типа совместно с нами нас была одна песня которой нет сейчас нигде мы-то назывались around вот мы сделали такой небольшой концерт на 73 человека заработали то есть он 13 тысяч или что такое поделили их на троих и у меня мама работала там в доме искусств и она бесплатно дала типа там нам площадку мы заработали 13 тысяч и ну как бесплатно потом как выяснилось не бесплатно заработали 13 тысяч ехали в москву на эти деньги там работали на стройке уже да разные стройки были то есть сначала мы работали у одного человека там в подъездах в лютый холод там короче очень жестко даже объяснять потом мы строили офисы какие-то короче вот если бы сейчас был вариант пойти обратно на стройку либо бомжевать я выбрал бы второй вариант я бы ехал просто в калининград я не знаю я не знаю как мы это сделали ну да типа ну вот на данный момент мы не понимаем какими силами чем мы думали тогда ну то есть это когда ты типа у вас на двоих 100 рублей на день вы идете покупаете доширак круассаны за 40 рублей по скидону в пятерочке и пытаетесь еще зайцем проехать обратно до деревни но это ад это типа не просто сложно это типа ну вообще никак не объяснить у нас есть видосы где вот мы когда приехали в общежитие второй раз когда приехали в москву декабря мы спали на досках у нас не было матрасов и мы одежду которая у нас была с собой стелили под себя и у меня еще была наволочка от подушки а подушки не было это одежду напихал и на ней спал типа да да еще бой это была зима короче холод уже наверно январь и у нас короче в общежитии было стекло вот так напополам просто треснуто короче то есть он пропускал и заклей на скотчем и там вода протекает пропускала все абсолютно всю влагу весь воздух весь холод и короче это было хорошо во время но я не знаю как мы это вообще сделали ну да вот сейчас вот будь мы таких условиях мы поехали домой в калининград да типа и чему ничего не доказывали по отчетам шайфа хоть маме в 16 лет ничего этого позорного нет обратно и там я бы занимался футболом не знаю ручным другим и все да я цемент месел на дороге справа удивительное время конечно тик токи снимал не знал что то что это такое наверное как видите человек зависимый на самом деле в интернете мы проводим наверное очень много времени к сожалению да нет да нет да не очень много времени про жюри интернете но в основном наверно в тик токи открыл сейчас настройках среднем за день восемь с половиной часов он проводит телефоне 8 полный часов сейчас я открою у меня будет минут 30 я уверен но в основном те да но в основном мы проводим больше времени наверное в тик токи просто очень залипучи у меня пять часов 30 минут сильно на 3 часа соцсети 10 часов креативность четыре часа, игры два часа. Как вы могли понять, я люблю поиграть. Инстаграм на первом месте ТикТок, на втором Call of Duty на трейдинг. Я бы не сказал, что мы так много сидим в телефоне. Он не сказал, он показал, что мы очень много сидим в телефоне. Мы не сидим в телефоне. Но это необходимо, у нас нет другого выбора. У нас вся работа происходит в телефоне, мы должны следить за новостями, следить за соцсетями, смотреть видосики в ТикТоке. Для нас это очень важно, чтобы развиваться и понимать, что сейчас в тренде. Нам приходится это делать. У нас нет желания никакого. Было бы у меня сейчас возможность выкинуть телефон. Я бы это сделал, факт. Но потом придется новый покупать. Ну типа интернет и еще телефоны это зло, когда в этом много сидишь и это трофирует мозг вообще полностью. Если бы нам не нужно было реально, я бы с радостью выключил телефон, просто убрал его и живу из него. Ты такие делаешь, когда я тебе звоню. Ну да. Нет, это комментарий из ТикТока. Рек, Рек, Рек. Очень приятно. Ну очень сложно сказать, что самое приятное в последнее время. Ну знаете, когда было вот по пять тысяч подписчиков, люди писали прям вот такие текста, где они желали нам удачи, поддерживали во всем и так далее. А сейчас, когда уже там перевалило за сто, двести тысяч, миллионы и так далее, люди... Миллиарды. Миллиарды. Ну я про ТикТок. Люди, когда видят, типа количество подписчиков, они понимают, что типа бессмысленно человеку писать, он все равно не увидит, и они не стараются уже над кем-либо пожеланиями, не считают, что у человека и так все есть. Хотя на самом деле мы читаем все сообщения, и каждый человек читает, я уверен, любой блогер, сообщения в свой адрес. Поэтому, ребят, пишите нам приятные вещи, потому что в последнее время их очень мало. Самое приятное, наверное, знаешь, что мне приходит? Нет. Выполнен перевод. Самое приятное, когда приходит от такого абонента 9.00, типа, ты очень классный. Плажешь за квартиру, что ли, плачешь? Нет, это мне переводят. Девчонкам фотки? Мы девчонкам, да. Интимные? Пожалуйста, не нужно. Интимные? Присылайте. Конечно, нужно. Сразу видно. Что, хотите я галерею покажу? У меня там целое, ну, у меня там очень много всего интересного. Потом после... Я тебе покажу. Я тебе покажу. Я тебе не показывал давно, мы с ним давно просто не виделись, мы увидимся только на интервью. У меня очень много нового в коллекции. Я покажу, Лёв. Продаж, продаж. Ладно, я... Рус, на самом деле, глубокий ценитель. Рус, на самом деле, он там просто перепродает эти фотографии, поэтому он занимается такой деятельностью. Дурак. Ты сейчас называется Русам... Да, да. Ладно. Там и порнографии больше, чем есть, а там вообще всего больше, чем где-либо. Ну, просто им ста уже, на самом деле, мне кажется, не настолько актуальны, как ТикТок. Тебе кажется? Да мне не кажется. Мне не кажется. Да все. В ТикТоке больше сейчас людей, больше малолеток. Но это все спадет со временем. Это сейчас вот эти вот полгода осталось, когда люди еще смогут залетать так легко в ТикТоке, набирать подписчиков и так далее. Уже, на самом деле, тяжело очень. То есть, допустим, раньше, раньше, когда мы только начинали, допустим, могли выложить видео, оно зайдет на 4 миллиона, и с него подпишется там 150 тысяч человек. Сейчас, если оно заходит на 4 миллиона, то подписывается на... Тысяч 10. Тысяч 5-10. Ну, то есть, вот так вот уже. Была не такая лояльность. Раньше реально было такого. Мы набрали у нас там подписчики, есть ТикТоки. Вот. Мы набрали там буквально на нескольких видосах. Они залетели на 5-6 миллионов, когда все это более-менее так начиналось. И взлетели подписчики там по 150 тысяч плюс за одно видео. Ну да, это вот как у меня пример с этим. Ну да, и у меня тоже. На 7... Нет, просто прикол в том, что пришло 200 тысяч, а видео, которое на 20 миллионов залетело, там пришло 1050. сейчас уже. Короче, тяжелее становится и будет тяжелее. Да, сейчас же... Поговорил, что закроют... Маленькие ТикТокеры. Закроют же рекомендации вообще, типа, и будут только подписки, да, у людей. Трус все знает. Когда будет карантин, не знаешь? Карантин, я тебе говорил, что он будет, он будет. Но сейчас... Да, можно не говорить ничего даже. Да никакая. Они только начались. По поводу домов, я не знаю, мне кажется, наоборот, уже спадает. Я не знаю. Сейчас вторая волна, если будет, с карантином, если его ведут, то тогда вы поймете, что произойдет. Ну все, они как бы разрастутся, они начнут переезжать, снимать. Но это очень крутая тема. Она, понятное дело, что с запада только до названий, но это очень крутая тема и залетел по факту один дом. У нас в стране вообще нет конкуренции. Абсолютно. Не знаю, у нас только 30 или 40 домов только в Москве. Домов, да, но я про то, что именно конкуренции. То есть вот все знают один дом и все. Я знаю много. Типа Dream Team, XO, там такие самые популярные. Два-три дома это максимум. И я хайп-хаус вообще не считаю за домом. Там 4 блогера. Там 4 блогера. Конкуренции вообще нет у нас в стране. И талантливых тиктокеров у нас тоже нет в стране. Но это будет точно недолго, потому что дом это же не просто, что они собрались там все друзьями и снимают. Это в любом случае как какой-то тоже они все на контракте. Они все отдают проценты за рекламу там своим боссам и так далее. И когда человек, артист, блог, кто угодно, он вырастает, он понимает, что ну я уже могу сам. Как минимум он так думает. Я уже могу сам, что я буду отдавать какие-то проценты кому-то и выходит. В любом случае так и будет. Сейчас пока что они все собрались, все они там такие ну типа зарабатывают деньги и работают. Пока что нормально. Но в любом случае через время это надоест все и это все распадется. Все вырастают. Не задумываются об учебе? Ну конечно, да, об учебе, образовании. О семье. Да на самом деле мы ни за чем не следим. Мы не следим. Ну просто есть какие-то прикольные темы интересные. Типа там Навального отравили. Я думал, прикольные темы интересные. Ну интересно же. Ну типа у Дудя вчера вышел выпуск с Навальным. Правда, ты такой искренний просто. Можно ли это политикой считать, что вот у Дудя вышел выпуск с Навальным? Типа это интересно. Ну да, мы смотрим в Дудя, конечно. По поводу там допустим всех этих карантинов там тоже интересно. Тоже политика же типа. Но по факту мы туда никак не лезем, потому что мы там ничего не понимаем. Девять классового образования дают о себе знать. Типа просто Путин. Раши фига Раша. Денег у нас вообще нет. Вообще. Прямо вообще. Конечно, это не главное. Кому ты грешь? Сотку верни. Ну это не главное, но типа не в деньги и счастье, но в деньги. Нужно, короче, нельзя стремиться к деньгам по жизни. Мы стремились, стремились, и в какой-то момент какие-то духовные ценности, какие-то моральные ценности потеряли, а это очень плохо. Ну да, мы... Я не говорю за себя, я не знаю, как он. Нет, нет, мы, допустим, у нас была команда, да, с нашим человеком, который наделал музыку, и мы все распались, разошлись, разъехались, потому что вот именно был конфликт денежный, то есть мы не поделили там какие-то условия, да, нам что-то не понравилось, ему не понравилось, из-за этого мы разошлись. Все конфликты случаются из-за денег, и это очень жестко. Да, чтобы жить счастливо, нужны деньги, типа, бесспорно, но это точно не самое главное. Полтора больше. Ты стремишься к этому? Нет, это нужно прожить. Я тебе сейчас Бернлайн открою, охереешь. Семь, как нет суммы, то же самое, что спросить, к чему вы стремитесь в музыке, есть обязанности снимать квартиру, элементарное питание, такси и так далее, но это все в сумме уже выходит на 1350 на одного человека в Москве. В Москве очень много выходит. Майбахи просто дорогие в последнее время. Поэтому 1350 нужно что прожить, а нормально, чтобы там еще вегетарию зайти покушать, там, роллы, супчик, том-ям, в кальянах каждый день сидеть. Это нужно нулям точно. А стремимся, каким суммам стремимся? В бесконечности. Как сказано. Ну, миллионов 150 в месяц будет нормально. Но всех денег в мире не заработаешь. Безусловно можно быть первым! Тебе другие? На самом деле нет. Не, реально, без Сема нет друзей. Ну, если не считать нас, типа, ну, нет друзей. Ну, если у меня есть брат, вот, это самый близкий мне человек, ну, как в плане дружбы. То есть, когда это какие-то родственные связи, я думаю, типа, да, это можно считать как вот человек, который будет с тобой до конца, скорее всего, точно. Да, и в любом положении. дружба, дружба, блин, ну, это такая, конечно, тема. Мы пока не знаем. Она проявляется временем. Все в этой жизни проявляется временем. И через что вы прошли с этим человеком? В любом случае, если когда у вас все хорошо, вокруг вас появляются новые люди, это не значит, что это ваши друзья, кореша, и будут с вами рядом в любом положении. Типа, вот у нас, все понятно, мы там за одной партой спали, мы работали на стройке, к одному шли, и типа, ну, это понятно, что это дружба, и мы друг с другом там не были ни из-за какой выгоды, потому что с нас обоих брать было нечего. Типа, ну, только шмотки там я у него брал иногда. Но я был с ним не из-за одежды. Ну, не знаю, не знаю. Вот. У меня такая куртка боязары классная. Может быть, она у меня... Если что, сейчас я выдумал просто куртку, и нах, что он. Саня у меня, и кроссовки, изики тоже. И Versace я продыряю, вот это тоже я. Только ему не говорится. Ну вот, не суть. А друзья, ну, за все время в Москве, за все пребывание в Москве не появилось новых друзей. Абсолютно. Ну, то есть, ни одного человека не появилось. Все, кто появлялись, допустим, в нашем окружении, все хотят с нами, там, допустим, какие-то блогеры, какие-то люди. Ты смотришь, думаешь, вот у человека есть подписчики, по идее, зачем там мы ему нужны? У нас на тот момент, типа, особо не было ничего. А по итогу получается так, что люди просто хотят влезать в музыку и начинают дружить с артистами. Это даже не связано ни с подписчиками, а вот такая выгода. Каждый просто ищет свою выгоду и все. это Москва, здесь реально вот все вот. И это нормально. Это нормально. Мы это не осуждаем, это нормально, потому что и мы с многими людьми общаемся, ну, потому что это выгодно, да? Говори за себя. Ну, мы не лицемерим, мы не говорим, что ты там мой лучший друг в жизни, я остывал. Мы общаемся с людьми, потому что нам это выгодно и все. Как и с нами общаются. И все. Вот, от дружбы, это, конечно, такая серьезная тема. Тысяч просмотров на видосе за один час в ТикТоке. Вот вам и любовь. Два человека. В этом плане абсолютно разные. Просто абсолютно разные. Абсолютно. Вот типа, что у него, что у меня были одни отношения. У него они есть. Это же можно говорить? Я не знаю. Ладно, Лех, ты говоришь за себя, я за себя. Я скажу за себя. Раньше, когда я учился в школе, в классе, может быть, ну, шестой-восьмой, девятый, меня все называли лютым бабником, прям очень сильно. Меня это, конечно, злило. Ну, реально, у меня, ну, это как бы... А как назвать человеку, у которого каждый день новые девушки? Мы были, типа, мелкими, да, и у меня реально, то есть у меня были девушки на полтора часа. Ну, это детская пара. Это рекорд его отношения, полтора часа. Да, или даже час. То есть, ну, мы встретились на улице, я говорю, такой, типа, давай встречаться. Она такая, давай. Потом мы расходимся, во дворе гуляем, она узнает какие-то слухи, что я что-то про нее говорил, приходит и говорит, мы с тобой расстаемся. Ну, то есть, у меня, когда я был, мелкой было очень много, реально, очень много девушек, меня все обзывали, я думал, как, блин, с этого вылезти, но сейчас все перевернулось так, что, типа, ну, все наоборот, короче. То есть, мне не нравится много девочек, я, типа, однолюб такой, и очень долго, вот. А Рус просто... Иди, стой. А Рус наоборот. А Рус наоборот. Он в школе был зажатым гномом, а теперь он поверил в себя, думает, что он классный. Спасибо, брат. Спасибо. Нет, на самом деле он врет. В чем у меня? В смысле? Ну, ладно, говори с вами. Ну, у меня за все время, ну, да, по факту мы были одни отношения. Ну, типа, ну, да. Но это не в плане зажатых. Страшно. Смотри, ты вспомнишь, Жанна, Ульяна, как мы в Калининграде развлекались и зажатый, ну, да. Не суть. По факту были одни отношения, которые длились очень долгое время, год. И ровно на год мы разошлись. Что я могу сказать? Ну, я понял, что я, типа, не готов к отношениям. Абсолютно, от слова совсем. Просто Рус был плохой опыт, он как-то зачался с девочкой и по интернету год. И... Да подожди, ну, это было в шестом классе. И в итоге, в итоге это был фейк. Девочка всегда прислала ему не свои фотографии и так далее. И потом, когда он... Это я не про эти отношения не говорил, это просто он вспомнил. Там в шестом классе была история. И реально год встречался по интернету с девочкой, которая была фейком, которая... Она была красивая, согласись. В смысле? Ну, ну, на фотках. На фотках, да, но это был другой, совершенно совершенно. Совсем другой. А самое смешное, знаете, это была модель просто какая-то, короче. Прошло пять лет, я эту девочку нашел в Инстаграме в Москве. Она фотограф здесь. И ей 25. И я такой... Да, ну, нашел ту, которая была на фотографии. И которая сидела там за телефоном. Да, там... А за телефоном маленькая, толстая девочка сидела. Ммм, да. Вот, отношения закончились очень плохо, потому что я еще понял такую вещь, что это не тот человек, к которому я стремился. Как бы, по факту, я люблю одного человека. Катя Адушкина, выходи за меня. У меня татуировка ее на руке. Тогда забудьте все, что я говорил. Вырезали. Ну вот, я типа понимаю, что я был с девчонкой, которая, ну, она меня никак ни на что не вдохновляла. Я ее постоянно заставлял просыпаться, заставлял ее приготовить мне поесть. Создал ее Инстаграм. Заставлял просыпаться. Она просто не просто в коме была. Ты понимаешь, о чем я. Вот. И как бы, ну, не будем вдаваться в подробности всей этой истории, как она закончилась. Ну, там очень много подводных камней, которые я расскажу через лет 10, может, 15 камней. Камней, да. Ну, вот, закончилась эта история очень грустно. Ну, и человек был не тот, и я не готов. И сейчас я тоже не готов. Ну, только с Катей Адушкиной. Там, понятное дело. А больше ни с кем я ни на что не готов. Ну, вот, мы к чему это говорим? Два человека одного возраста, пройдя один и тот же путь, как бы, но мы понимаем, что в этом моменте мы разные. Поэтому все дело времени. Вы осознаете, когда вы будете готовы. На самом деле, я недавно ехал в такси, слушал страну UFM, и там Слава, не, Слава слэем был. И там такой же, я с Чайом Паутом был, такой же вопрос у него. И он ответил, прям, ну, я раздевляюсь, не пойду. То есть, ну, все эти губы и так далее, я думаю, что это нормально, это выбор каждого, если, ну, это в меру. То есть, не чересчур, не ту матч. То есть, немного там, губы увеличить, чуть-чуть, чтобы это не было заметно, чтобы это там не было такими, если, допустим, у тебя маленькие, тонкие, то это нормально. Ну, то есть, это красиво, окей. А когда девочка начинает там увлекаться этим и делает себе такие губищи, там, сиськи и все остальное, ну, фрикость какая-то, не знаю, что это, ну, болезнь, не знаю, как думаешь. Я вообще никак не думаю, что хотят, то и делают. Ну, я имею в виду, ну, допустим, там, если моя девушка, да, то есть, я, допустим, на ней это проецирую, что есть, допустим, она захочет там чуть, типа, сделать себе губы немного, не сильно, окей, но если она захочет там что-то тебе такое непонятное делать, да, я не пойму этого и, ну, я буду против, конечно. Вот, и вот поэтому, допустим, если там, допустим, твоя девушка захочет в будущем, в 40 лет... Там пускай делает, что хочет вообще-то влезать, не собираетесь. Мне кажется, мы, мужчины, типа, мы не должны быть какими-то там модельными, красивыми, там, да, то есть, какие есть, такие есть. Что-то в себе менять, какие-то там операции делать, ну, мужике, нахера нам это нужно? Типа... Татуировки только? Да, татухи просто по приколу, типа, и то потому, что мы артисты, потому что, ну, ты как бы... Ты меня подсадил. Да, я сначала начал делать, Рус меня переплюнул уже. Я остановился. Он вовремя остановился, а я нет. А Рус мне остановился, да? Нет, я чисто рукава забила, и все, ну, руки, и все. Ну, и на ногах, и на коленях, и на шее. Я маленькую бабочку просто вот тут сделаю, как я говорил. Да, я тоже. Я пришел, говорю, ну, думаю, можно мне вот, типа, шестерку вот тут на руке, ну, вот такую вот маленькую, вот тут просто вот такую малюсенькую. Раздражают пробки? Сто процентов. Таксисты? Блин, тоже что сказать таксистам. Да, я за тебя сказал, брат, я же чувствовал. Не могу просто, ты трэш, ты трэш, это не жаль. Ну, просто трэш. Эконом особенно, это вообще... Ну, да, это жесть. В основном. Да, в основном, да, всегда. Может все что угодно, если что. Не, ну да, раздражать может все что угодно. Согласен с тобой. Зима. Кожу, давай, трэш. Да, лицо шелушиться начинает. Получается, вот. Кто обожаем? Обожаю. Ладно, я за себя скажу. Когда просыпаюсь, и у меня готов завтрак, и поглажена одежда. Ну, это... Такого никогда не было. Это он спор на пятый класс просто, когда мама ему готова, глазила. Да. Тепленькая рубашка, да, еще. Обычно, обычно, когда это делали девчонки, там что-то одно из этого было херовое. Либо одеждой плохо поглажено, либо завтрак. Да и все, наверное, и выступление, это само собой... Сложный вопрос, да? Само собой, нет. Не сложный вопрос. Да, там вещей гораздо больше. Я уверен, что по-любому, когда я приду домой, лягу спать, я вспомню миллиард вещей, которые меня дико раздражают, которые я просто ненавижу, которые готов убить, а сейчас скажу, что просто солнышко, и облака меня. Вот такая вещь тоже раздражает. Просто. Так всегда. Мы часто... Пересматривать интервью, и думать, что ты сказал? Да, можно же так было прикольно запанить, так можно было завернуть офигенный этот ответ. А ты сказал хуйню. Вот так вот. Обожаю тебя. Ну, сейчас я подумаю. Сейчас. Это надолго можем к следующему вопросу. Кто бы говорил. Ладно, я пока TikTok полистаю, но подумай, да. Я сейчас скажу вам, сколько у меня пищ. На самом деле, я ненавижу людей. Реально, меня раздражает. У меня брат, ты такой искренний. Меня очень сильно раздражают люди. То есть, ну, не вы сейчас, допустим, да? А вот где бы я ни был, допустим, в метро, или еще. То есть, ну, когда человек ничего не делает того, что меня раздражает, все нормально. Но как только он начинает делать что-то не так, это прям дико бесит. То есть, где-то медлить, где-то что-то, что-то заставляет себя чувствовать некомфортно, меня это жестко бесит. То есть, в метро, допустим, да, там бывают люди. Или таксисты те же, кто угодно, доставщики в кассию. Меня очень бесят кассиры всякие, да, продавцы, которые очень нагло разговаривают, очень дерзко, как будто, это называется болезнь маленького человека или что-то. Они позволяют себе очень много. То есть, ты просто подходишь, типа, а они ведут себя безумно дерзко, неадекватно. И ты не понимаешь, почему такое зло, почему, что случилось, что я такого сделал, типа. И это вот тоже... Ты не плачь, Лев, поспокойся. Я по этому очке сделал, просто плачу, да. Еще русско возражает. Ну, это вообще отдельная тема. Футбол очень люблю. Рутбол. Очень люблю футбол. Я не могу. У меня вчера было две тренировки, неделю. Ну, да. Один день в неделю. Четыре от вас. Я занимался футболом десять лет. Я очень люблю и смотреть, и играть. И ставить. Это да. Чемпионат мира нормально провели. И сейчас Игорь, что же, в России, по-моему, последние все игры свои там выиграла. Я не помню уже. Когда просто поменяется поколение, когда молодые футболисты будут играть, а не вот эти, то будет все это гуд. Русс на трибуне, я на воротах стою. Через десять лет. Ты не понял, почему такие глаза? А, ну, блин, тут много разных выходов на самом деле. Здесь вообще невозможно представить. Ну, то есть... Даже мечты какой-то тут как бы нет толком. Ну, да. То есть, непонятно. То есть, допустим, сейчас хочется, да, преуспеть в музыке, чтобы там были какие-нибудь там... Может, бургеры свои откроем? Лютными, офигенными артистами. Желательно там на Западе каком-нибудь, то есть не здесь. Ну, идет мечта в каких-то там целях, типа. Но то, что будет по факту, без понятия. Может, вообще не доживем. Потому что, скорее всего... Ну, Рус точно. Да. Рус точно не доживет. Альбом, да. Наверное, все-таки до Нового года выпустить трек, который взорвет не меньше, чем «Дикая львица». Выпустить сразу же за этим альбом и пару клипов. И уже подготовить аудиторию к сольному концерту, который будет проходить у нас в марте. Да, то есть мы сейчас делаем материал, выпускаем и надеемся, что треки будут заходить. Сейчас вот мы выпустили «Царевну», она более-менее хорошо заходит. То есть там в ТикТоке уже 36 тысяч клипов. Сейчас я скажу, подожди. 36 тысяч клипов. Не надо дезинформировать людей. Или 35. 35 и 2. 35 тысяч клипов это хороший результат. Они постоянно растут и увеличиваются. То есть трек заходит хорошо. Следующие релизы надеемся, что будут все больше и больше нравиться людям. Так что в планах просто работать и развиваться, прогрессировать дальше. Самое главное в жизни это любовь и верные друзья. А, наоборот, верные друзья и любовь. Самое главное в жизни это родители и быть человеком, наверное. Любовь и верные друзья это все самое главное. Наоборот, верные друзья и любовь. Не путай. Ближе родителей нет никого. Родители – это все. Любви достойна только мать. Она умеет только ждать. Только, да, Александр удавался. Все, спасибо.